28 апреля гостеприимная Колывань встречала гостей из нескольких районов Новосибирской области. В преддверии 9 мая в местном Доме культуры при участии Министерства социального развития прошла областная акция «Вдовы России». Уже 22 года собираются вместе вдовы фронтовиков, участников войн в Афганистане и Чечне, чтобы по традиции зажечь свечу памяти о своих мужьях, отдавших жизнь и здоровье за родину. Сегодня эти женщины собрались не просто так. У них одна на всех беда. Они потеряли своих мужей. Многие на полях сражения, кто-то ушел из жизни в мирное время. В этот день они возложили цветы к монументу, поставили свечу в память о своих супругах и о здравии своих близких. На плечи этих женщин выпал тяжелый груст, страданий и потерь. Но несмотря на это, каждая из них выполняла главное свое предназначение. Каждая вырастила детей, сохранила свою семью. Нет, нет, нет. Он мне говорит, ты еще замуж? Я говорю, нет, никогда. Нет. Тяжело? Тяжело, но что сделаешь? Привыкли, мы же работящие, не белоручки. С 12 лет начали работать. Женщины верили в то, что война закончится и их мужья вернутся с фронта. Верили и ждали. Дождались не все. Многие стали солдатскими вдовами. Сегодня именно эти женщины несут в себе память о своих солдатах. Бережно хранят те редкие весточки с фронта. Внукам и правнукам перечитывают строчки, написанные родной рукой. В Новосибирской области таких женщин осталось немного, около 300. Глядя на этих женщин, вряд ли можно сказать, что они прожили тяжелую жизнь. Немало лишений выпало на долю тех, кто остался в тылу. Сегодня, несмотря на их преклонный возраст, они полны задора и оптимизма. Прекрасно. Ножки, правда, не так уж ходят. Ну, а здоровье, слава богу. Не шибко, таблеточки никакие такие не принимаю. Ну, вот так вот и поживаем. Многие женщины после получения похоронок не вышли замуж и пронесли любовь к своим покойным мужьям через всю жизнь. К сожалению, к ним прибавляются и молодые вдовы. Современная история нашей страны для большинства ее жителей – это история без войны. Но есть женщины, которые стали вдовами при мирной жизни, чьи мужья погибли, защищая границы родины во время Афганской и Чеченской войн. В честь вдов всех войн звучали теплые и искренние слова благодарности и признания. Главное, что нами руководит, это, безусловно, отдать дань огромного уважения, признательности всем женщинам, всем матерям, всем тем, кто был рядом со своими мужьями в годы войны. И особенно, когда они остались без мужей и вынуждены были взять на себя практически всю мужскую работу. Все легло на плечи женщин, оставшихся без кормильца. У каждой второй из них не по одному, а по трое – четверо детей. Ни у одной не возникло мысли раскидать их по детским приютам. Вырастили, воспитали, с благословением направили во взрослый мир. У всех этих женщин своя история жизни и любви, прозвучавшая с полотна экрана во время концерта. Фотографии, где они такие еще молодые и красивые, вызывали у них и у зрителей слезы и радость одновременно.